Всем привет! Сегодня 28 сентября, Московская область. Погода, конечно, для съемки нелетная. Всего лишь 12 градусов тепла, срывается мелкий дождь. Но мы завтра уезжаем, приедем только в конце октября, и я хочу снять цветник, как он сейчас выглядит. Я его создавала в этом году, и общая площадь около двух соток. Начну с этого края. Здесь высаживала я овсяницу голубую, выращивала в этом году из семян. Замечательное растение, создают такие голубые красивые кочки. Я посмотрела в питомнике, одна такая кочка стоит 450 рублей. Это, конечно, дорого, поэтому из семян вырастить реально, что и буду делать в следующем году. Высаживала также три маленьких куртинки. Этот чабрец ползучий. Смотрите, как он разрастается, образует такую плотную, очень плотную подушку. По ней даже можно ходить. Он выдерживает нагрузку. Но вообще, это пряная травка, ее можно использовать в кулинарии. Розочка. Это обычная роза, которая продается в маленьких горшочках. Это метельчатая гортензия. Покупала как ванила фрайс, но это совершенно не она. Все-таки, я думаю, это пересорт, потому что соцветия очень рыхлые и не было такого ванильного цвета. Она сразу из белого ушла в такой красивый ярко-розовый цвет. Даже, можно сказать, немножко бортовый. Но она красивая. На этом углу я именно хотела ванилую фрайс. Я посмотрю, как она будет в следующем году. Хосты. Покупала рассадой. Здесь растет роза на штамбе. Это роза темно-красного цвета. Чуть-чуть даже, можно сказать, черного цвета. Сорт называется Red Berlin. Вот такие соцветия я сейчас не обрываю, чтобы она не давала новые молодые побеги, невызревшие. Здесь четыре прививки. Сорт Red Berlin и неизвестный для меня сорт. Это такого оранжево-желтого цвета. Это розочка мелкая, очень пахучая. Red Berlin. Красивая роза. Но аромата практически нет. А вот эта оранжево-желтая, она под такими кисточками растет. Оба сорта неустойчивы к мучнистой росе. Я ее уже несколько раз обрабатывала. Так красиво, конечно, роза. Вот она у меня, смотрите, как хорошо разрослась. Конечно, я ее буду окучивать. Вот так, еловым опадом. А здесь, конечно, шапку эту всю буду укрывать. Это все хосты-хосты. Эти хосты я покупала в фирме Поиск. Буквально очень маленькими-маленькими корневищами. И все четыре сорта соответствуют. Такая красивая. Это сосна на штамбе. Тоже нарастила хорошую шапочку. По приезду я эту маленькую опору буду убирать и ставить сюда более устойчивую. Хоть штамп сам уже и не тонкий. Но, чтобы снизить снеговую нагрузку и штамп не сломался, я буду устанавливать более крепкую опору. Разрастаются седумы. Тоже высаживала маленькими-маленькими куртинками. И он мне здесь закрывает землю, чтобы не росли сорняки. Это обычная горная сосна, стелющаяся. Также растут почвопокровники. Это гортензия бесконечное лето. Уже нужно ей спать, ложиться, а она начинает набирать бутоны. Очень красивая гортензия. Я, конечно же, ее тоже буду укрывать, укутывать. Так как крупнолистные гортензии, конечно же, у нас не зимуют. Еще одна метельчатая гортензия. Это Lime Light. Я думала, что она у меня не будет в этом году цвести. Но нет, набрала бутоны. И этот сорт соответствует заявленному. Соцветия раскрываются таким лаймовым цветом. Очень красивым. Но до конца, я думаю, она не распустится. Хотя, не знаю, у нас вообще-то сейчас бабье лето. Посмотрим. Но я уже не посмотрю, потому что приеду только в конце октября. А у Тюния великолепный декоративный лиственный кустарник. Он невысокий. У меня таких два куста покупала в частной коллекции. Очень красивая. Здесь я выращивала из семян кустовая лабелия. Смотрите, она стоит как летом. Очень красиво. Буду, конечно же, выращивать и на следующий год. В открытом грунте она растет великолепно. Очень красивая. Это листья на штамбе. Плакучая форма. Стив виппер. Отрастила уже такие косы. Есть косы, которые уже доросли до самой земли. Приросты очень хорошие. Я уже покупала прям маленьким-маленьким деревцем. Смотрите, уже какая красавица пушистая становится. Также здесь очень тонкая маленькая опора. Поэтому буду устанавливать более хорошую. Здесь также разрастаются почвопокровники. Это метельчатая гортензия. Фрайс мельба. Этот сорт тоже соответствует заявленному. Очень красивая гортензия. Густо набитая. Красивый цвет от белого. Переходящий в такую красоту. Конечно, я ее буду формировать. Убирать всю эту мелкотню. Но самая окончательная формировка будет весной. В зиму я только срежу соцветия. Такие метельчатые гортензии, конечно, я не укрываю. Здесь же морозник у меня. Это вечно зеленое растение. Цветет такими красивыми восковыми цветочками. Выгнал мне еще два листа. И этот лист это весенний. Камнеломка. Помните, я выращивала из семян. И вот осталось у меня таких две куртинки. Вот одна и там еще вдалеке растет. Не показала обрамление этой части. Здесь высажена лаванда. Буквально четыре куста на расстоянии 40 см. Это прошлогодние кусты, которые я выращивала из семян в прошлом году. Вот они уже сомкнулись. И получилась красивая волна. Это классическая английская лаванда. Это лаванда белая от биотехники. Сорт называется белый иней. Ну, я вам о ней уже рассказывала. Она не совсем белого цвета. У нее есть такой сиреневый оттенок. Чем она мне все-таки не понравилась, что когда соцветия отцветают, то вот эта кисточка, она неаккуратно, неопрятно смотрится. Если у классической лаванды, когда отцветает, она не бросается в глаза, эти цветочки. А у белой лаванды, у светлой, неопрятно смотрится соцветия. И вот они усыхают. И вот эти коричневые уже некрасиво смотрятся. Ну, а так, в принципе, симпатичная лаванда. Можно так сказать. Здесь же по краю тоже волной высажены 4 куста. Это узколистная тоже лаванда, сорт Мантин Стрейн. Это моя любимая лаванда, потому что у всех сортов, которые у меня есть, это самая яркая, самая красивая, самая густая, в общем, самая-самая, наикрасивейшая лаванда. В прошлом году я выращивала ее тоже из семян. Я ее в зиму не накрывала, потому что у нас в прошлом году, в принципе, зимы не было. А в этом году посмотрю. По зиме. Если что, я просто накину сюда укромной материал, 60-ку, все. Я ее не укутываю, потому что лаванда, она очень быстро подпревает. Как раз вторая куртинка камнеломки, в которой я выращивала семян. Здесь листеница корник, тоже на штамбе буду укреплять. Рододендрон гаага. Это вечно зеленый. Покупала его прям малюсеньким вот таким, буквально кустик вот такой. Это годовалые растения. И смотрите, как наросли листья. В общем, он здесь, мне кажется, прижился. Горное сосна стелющая. Также это мне соседка Дела цветочки я здесь посадила. Здесь высажены можжевельники Blue Arrow. Там у меня все по периметру. И вдоль всего забора это можжевельники скальный Blue Arrow. Хотела вам показать мискантус. Я его приобретала у коллекционера. Замечательное вообще растение. Выгнал мне уже вот такие метелочки. Красивые. Они великолепно смотрятся, когда на них попадает солнце. И они прям светятся. Очень красивые. Смотрите, сейчас я отойду издалека. Уже высота этого растения, вот эта метелка, она уже с моего роста. А это метр шестьдесят пять. Красиво он шелестит на ветру. Мне он очень понравился. Здесь растет можжевельник. Это Green Carpet. Это растение невысокое. Плети у него до 1,5 метра. Очень жесткие ветки. И плотно-плотно прилегающая такая крона. Здесь стелющийся кизильник. Покупала тоже небольшим растением. И смотрите, как он разросся. Это тоже почвопокровник. Такой хорошо забивает сорняки. И такой образует зеленый ковер. Очень хорошо прижился. Мне нравится. Это мне зрители написали, что это купина. Но пока здесь сидит. Сказали, что очень разрастается. Но пока убирать не буду, пускай. Это еще одна метельчатая гортензия. Polar Beer. Тоже набирает бутоны. Но не знаю, успеет она раскрыться или нет. Соцветить я еще не вижу. Соответствует этот сорт заявленному или нет. Но пока это выглядит вот так. Посмотрим, что будет. Здесь Barbaris. Название не помню. Будет возможность, я напишу. Такая темная у него. Листва очень красивая. Покупала на распродаже. Таким задохлишим. И смотрите, как он вырос. Вообще-то я выбирала мой ребенок. Ему понравился этот Barbaris. У него уже вот такие красные ягодки. Очень красивые. Сорт даже не знаю. Потому что его выкидывать, грубо говоря, собирались. Это чебушник у меня здесь высажен. Клематисы. Это не клематисы, это княжики. У меня три сорта. Фиолетовые, розовые и белые. Вот этот конкретно фиолетовый, он в этом году у меня цвел. Буквально 5-6 цветочков было. Он сейчас находится на такой трубке. Но я уже вчера заказала для всех трех опору по своему эскизу. Я нарисовала, отнесла в кузницу. И мне должны сделать три опоры именно для клематисов. Здесь же можжевельник Mint Julep. Очень он мне нравится. Смотрите, какой он красивый. Высажено такой небольшой волной. Это бадан. Здесь же по краю цветника... Сейчас с этой стороны встану. Я высадила хосты. У меня весь цветник идет такой волной. Ачиток цветет красиво. Тоже он мне нравится. Не знаю, мне кажется, я его здесь близковато посадила. Он так разрастается. Вчера ходила к соседке. У нее он такой уже громадный. Наверное, мне по пояс. И просто вот такой большой-большой. Ну, посмотрим. Может быть, буду делить его. Я здесь оставлю. Это голубая ель. На штамбе. Вот он штамбик. Такая красавица. Ты просто подходишь ее, когда трогаешь великолепное растение. Это такое голубое пятно красивое. Давайте я вам покажу издалека, как это выглядит. Вот даже нет солнца. У нас такое хмурое серое небо. И вот как все равно красиво смотрится цветник и растение. Дальше. Древовидная гортензия. Аннабель стронг. Я еще не обрезала соцветия. Буду это делать по приезду в конце октября. Я их буду убирать. Чтобы не было снеговой нагрузки. Чтобы у меня здесь растение не переломалось. Спирея серая. Высаживала тоже довольно-таки большим растением. Цвела она у меня очень красиво. Я не засняла. Но спирея серая мне очень-очень нравится. Здесь растет сирень свитхард. Показывала ее. Очень красиво. Они у меня здесь. Дальше также скальные можжевельники. И здесь сирень бюфон. Очень красивая. Смотрите, какое различие. Она здесь немножко таким шариком, как кустом. А здесь больше деревом растет сирень. Еще один можжевельник. Не знаю, это розовый или белый. Он не цвел в этом году. Ну, хоста. Классика жанра. Это метельчатая гортензия фантом. Покупала уже довольно-таки взрослым кустом. Смотрите, какие он выдался. Цвети крупнющие. Тоже буду формировать всю эту мелочь. Вот такого плана я буду вырезать. Оставлю буквально 5 побегов хоста. Здесь растет шелковица на штамбе. Сейчас я вам раскрою ее плети. Вот стволик. Он полтора метра. И здесь вот прививки. Это плакучая форма. Конечно, нужно эти плети все, эти ветки все подрезать. Потому что, смотрите, они уже полностью лежат на земле. Я ее покупала в июне месяце. Здесь уже она была с ягодами. И я ее не стала обрезать, чтобы ягоды не сбросила. С такого одного деревца мы сняли 3 кружки ягод. Черная. Шелковица черного цвета. Есть белая. Вот у меня черного цвета. Красивое дерево. Конечно, я ее весной буду формировать. Обрезать все эти ветки, чтобы она у меня пушилась. И была таким большим массивом. Ввысь она, конечно, не будет расти. Она будет подниматься за счет вот этой кроны своей. Ну, максимум вот до сюда поднимется все. Это метр примерно 80-70 метров. Отличное растение. Мне нравится. Это кизильник блестящий. Буду формировать шариком его. Это можжевельник, стелющийся. Называется Gold Shards. Gold Shards, по-моему, правильно называю. Он такой невысокий. Высоту достигает примерно 40 сантиметров. А веточки у него в длину 1,50-1,70 метра. Великолепный можжевельник. Дает такие ярко-золотые хвоиночки. Красивые. Мне он очень нравится. Такое прям желтое пятно на земле. Второе растение шелковица на штамбе. Тоже около трех кружек сняли ягод. Ягоды очень красивые и вкусные. Сейчас я вам издалека покажу, как это все выглядит. Здесь хоста. А здесь еще одна древовидная гортензия стронконнабель. Вот так выглядит этот участок. Так, ну что, пойдемте дальше. Здесь с краю высадила эта шаровидная туя данника. Маленькая, сформирующаяся сама в виде шарика. Здесь куст лаванды обычной английской пересадила. Это растение высаживала тоже в июне месяце. Вот цветущим посадила его, и он до сих пор цветет. Хорошо разрастается. Так нравится. Забыла название. Прям вылетела с головы. Постараюсь подписать, как называется. Здесь еще одна туя данника. На втором плане я высадила это ива на штамбе Хакура Нишики. Если кто помнит, предыдущие обзоры этого цветника, какая она была маленькая такая. И вот такие уже большие приросты она дала. Буду ее формировать, потому что она очень разлаписто смотрится. Хотя тоже есть своя такая красота. Но хочу ее формировать в шар. Здесь высажен веник. Очень мне нравятся растения злаковые. У меня их здесь два с этой стороны. И вот с той стороны, позади моего так называемого розария. Сейчас отойду в сторону, покажу вам. Я создала небольшой розарий. Сделала ему обрамление. Оторвала его от земли на сантиметров в 10. И высадила сюда три куста роз. Это два куста роза. Называется Лариса. Между прочим, у меня маму зовут Лариса. Это очень красивая почвопокровная роза. С таким розовым цветом, нежнейшим цветом. Но когда она уже полностью оцветает, она белеет. Превращается вот в такой цвет. Но когда она в молодом роспуске, смотрите, какая красота. Очень красиво. Я ее долго искала и нашла только в Подмосковье. Всего лишь в одном питомнике. Хотя я их проехала не менее 10. Это вторая такая же роза. Вот она, красавица. Когда, конечно, светит солнышко, их очень хорошо видно. Я думаю, красоту и при плохой погоде видно. И высадила также один куст розы. Называется Аспирин. Вот так она выглядит. Я читала, почему роза Аспирин иногда дает, видите, такой розоватый цвет. Вообще Аспирин, она белая. И сказали, что цвет влияет на нее. Если плохие погодные условия, она дает вот такие крапинки. Немножко такую вот абрикосовость, такой непонятный цвет. Вот, в общем, вообще-то роза белая. Вот цветет вот такими соцветиями красивыми. Они, конечно, здесь немножко пустовато смотрятся, да, в этом розаре. Но они, конечно, разрастутся и будут образуют такой... Сомкнутся и будет розаре, в общем, у меня. В обрамлении этого розаре я высадила лаванду. Я в предыдущих видео показывала, что я высаживала сюда большие кусты, уже взрослые лаванды. Но мне не понравилось. Знаете, почему? Потому что кусты большие и мне все-таки... Они были далековато друг от друга посажены, высажены. Не понравилось. Я хочу здесь, понимаете, плотную, плотную... Плотный круг из лаванды, чтобы он очень плотно обрамлял мой розарей. В следующем году лаванда разрастет, сомкнется. Она наберет цвет, хорошо пойдет после зимы и образует такой лавандовый круг. Сзади будут развиваться злаковые. Это веник и будет красота. И здесь буквально с краю цветника я высадила два кустика этой верески. Они, видите, тоже такого фиолетового цвета, под цвет лаванды, чтобы это все очень красиво сочеталось. При высадке розы я заглубляла. Еще плюс к тому, что у меня поднята земля, я еще розы заглубила на сантиметров 15. Все буду засыпать в октябре, когда приеду конской подстилкой. Эти розы я укрывать на зиму не буду. Здесь буквально вчера высадила гвоздику. Мне соседка дала куртиночку, прикопала, пускай пока здесь будет. Здесь же также для симметричности посажена туэданика. И там, с той стороны. Издалека этот кусочек выглядит вот так. Роз много не сажала, я просто хотела такое пятно из роз. Потому что розы, честно сказать, это не мой любимый цветок. Я его уже насмотрела с детства, потому что у мамы роз очень и очень много. Там, наверное, только около 40 сортов. Также кустик тоже для цвета. Забыла, как называется, вылетела из головы. Подпишу, вспомню. Здесь также цветущее растение. Так как высаживала, до сих пор цветет. Мне кажется, будут морозы, а он все будет цвести. Это елочка. Тоже высаживала ее буквально недавно. Снимала видео. Не знаю, прижилась, не прижилась. Посмотрим, лишь бы перезимовала. Здесь у меня два куста остильбы. Вот он и вот он. И также продолжение можжевельников скальных. Это можжевельники Блю. Название не помню, не вспомню сейчас. Все названия для меня новые, поэтому постепенно все будет запоминаться. Конечно, высажены здесь их три штуки. И посередине я высадила буквально, наверное, неделю назад. Я посадила туисмаракт. Выбрала самую ровненькую, чтобы был ровный ствол. Я его оголила. Оставила, конечно же, шапочку здесь. И буду его формировать в виде шарика. Я хотела сюда высаживать хвойное растение на штамбе. Ну и решила, почему бы мне и туисмаракт не сделать так называемый чупа-чупс. Очень хорошо будет смотреться. Смотрите, он уже хорошо смотрится. Я подстригла ему макушку здесь. И буду формировать. Он у меня посередине, такого красивого, да, зеленого цвета. И в обрамлении будут голубых вот таких можжевельников. До сих пор в горшке стоит лабелия. Новинка тоже для моего цветника. Покупала на ВДНХ. Была высовка буквально, да, не так давно. Я купила гортензию. Она называется лидия. Это гортензия самарской лидии. Это гортензия метельчатая. Очень интересное растение у нее. Красивая листва. Она такая кожисто, темно-темно-зеленого цвета. Начинает уже приобретать свой знаменитый цвет. Он будет такой темно-темно-бордового такого цвета. Оставила всего лишь один стволик. Почему? Потому что ветку, да? Потому что я ее буду формировать на небольшом штамбе. Буквально в 40 сантиметров буду обрезать соцветия. И здесь будет уже формироваться шапка. Такая будет на небольшие ножки. Захотелось мне так. Я, конечно, уже самарскую лидию начеренковала. И вообще гортензию начеренковала. Но это я уже буду показывать по приезду. Здесь в обрамлении вот этой волны у меня через одно растение посажен бадан, хоста, бадан, хоста, бадан, ну и так далее. И выглядит это со стороны вот так. Давайте уже оконцовочку вам в цветниках покажу. Здесь гортензия метельчатая Skyfall. Очень мне нравятся его соцветия. Они такие, как у гиацинта. И такие же соцветия у меня на сирене Buffon. Она тоже гиацинтовой формы, цветочки. И здесь также. Очень красивая. Но видите, из-за дождей, из-за холода цветочки не в опрятном виде. Тоже буду формировать, потому что она у меня здесь кривая, косая. Покупала со скидкой. Все выправится в формировке. Это кустик. Вот буквально в этом году я высаживала. У меня рассада из семян выросла лаванда. И вот смотрите, как разрастается. Мне задавали вопрос, если, когда высаживаешь кустик лаванды, он выгоняет соцветия, нужно его обрезать или нет, чтобы куст набирал свою зеленую массу. Вот я высадила кустик, и у меня он растет, понимаете, кустиком. Если у вас вот такая одна веточка, и на этой веточке такой цветочек, конечно, соцветия лучше срезать. Чтобы нарастало побольше крона, чтобы он был такой пушистый, красивый. Я вот не отрезала. Ну, растет он и растет. И зато кусты у меня очень красивые. Сейчас вот покажу. Здесь тоже бодан хоста. Вот. Хороший кустик нарос. И вот такое одно маленькое соцветие. Ну и пускай оно растет. Зачем его срезать? Зацвела спирея. Это уже ее вторая волна, мне кажется. Очень красивая. Это такой невысокий сорт. Буквально он до 80 сантиметров. Он такой медленно растущий. Цветы очень-очень красивые. Я люблю такие цвета в цветнике. Не люблю много красного цвета. А вот такие цвета очень красивые. Здесь у меня разрослась, очень хорошо разрослась эта глицения. Блюмун. Но здесь ей не место, конечно. Смотрите, она уже какие дает плеть. Это вьющиеся растения. Очень красивые у нее соцветия. Но я в следующем году ее буду убирать, потому что здесь не место. Мне некуда было ее сажать. Я уже присмотрела, где она у меня будет расти уже постоянно. Но пока временно здесь. На зиму я ее буду обязательно укрывать. Хотя она морозостойка, выдерживает там и 30, и 35. Но как молодое растение, я ее накрою. Здесь у меня попала семечка помидоров. Смотрите, выросли томаты, зацвели. Но это так. Надо его убрать. Также высадила здесь пихту. Сейчас название все-таки прочитаю. Это пихта корейская Сибирлок. Такая вот красавица уже. Не знаю, я жду, что в следующем году на ней появятся шишки. Говорят, шишки появляются у четырехлетнего растения. Этой пихте уже три года. По идее, в следующем году будут цветочки. Сейчас со стороны вам покажу, как выглядит уже эта часть цветника. Конечно, цветник пока молодой. Кажется, что здесь пустовато. Но все растения высажены довольно-таки крупные. Они должны разрастаться. Может быть, что-то я еще буду подсаживать. Но не хочу, знаете, так тыкать-тыкать, чтобы потом думать, куда мне это все высаживать, убирать. Не хочу хаоса в цветнике. Вот я как задумала, так он у меня здесь и засажен. Вот так он выглядит. Так, значит, с этой стороны, начиная от розария, заканчивая вот этим краем, у меня застелено все материалом, чтобы не росла трава. Потому что я уже много раз рассказывала, что здесь дернина, никогда ничего не выращивалось, очень утрабованная земля и очень много сорняка. Поэтому я этот край застелила материалом, хотя я его, честно сказать, не особо люблю. И здесь у меня засыпана конская подстилка. У меня, смотрите, вот она, еще осталась конская подстилка. Я ее не убираю. Я уже большую часть убрала в мешки, уже на хранение к зиме. А эта часть, это ждет своего часа, чтобы еще подсыпать сюда больше слой, чтобы слой еще был толще. Цветник я буду обрамлять камнем. Наконец-таки звезды сошлись так, что открыли карьер, где мы изначально планировали заказывать камень. Он на время тяжелых времен этих всех, да, его прикрыли. Но сейчас, буквально вот неделю назад, его открыли. Там начали опять добывать эти камни. Поэтому мы уже заказали. Я надеюсь, что в конце октября камни ко мне придут. И мы уже обрамление будем из камня делать, конечно, своими силами. Потихоньку. Так, еще одно растение я вам не показала. Это маленькая такая красавица. Красавица. Это Литл Джем. Смотрите, какая она миниатюрненькая. Это, по-моему, еле обыкновенная, если я не ошибаюсь. Литл Джем дает, смотрите, махонькие такие приросты. Даже, наверное, плохо видно. Но видно, что она уже прижилась. Замечательное растение. А вот как раз третий княжек. Вот он будет или розовый, или белый. Это здесь временно. Он, видите, прям с краю высажен. Я его уберу вот как раз в ту часть цветника. Поставлю на опору. Опоры будут наикрасивейшие. Но, по крайней мере, у меня задумка такая красивая. Как уже ее исполнят, я вам покажу. Ну вот, в принципе, наверное, я обо всех растениях рассказала вам, как выглядит мой цветник. Ну, практически в октябре месяце. По приезду я уже буду планировать другие мероприятия на следующий год. Расскажу, какие буду выращивать цветы в однолетней культуре. Какие буду и многолетники высаживать, выращивать из семян. Но это уже по приезду, когда буду разбирать семена. Не показала, здесь еще достала это, помните, я горшки вкапывала здесь в цветник. Это гладиолусы. Я, конечно же, соцветия все обрезала. У меня было 6 луковиц. Высаживала по 2 штуки в такие высокие черные горшки и вкапывала их в землю. Уже по приезду я буду их оттуда доставать и убирать уже на хранение. Это летнее черенкование, гортензия древовидная Аннабель Стронг. Это я выращиваю для мамы, она меня попросила. Стоят, видите, у меня еще на открытой веранде пелларгония. Здесь буквально, по-моему, или 2 или 3 кустика. И смотрите, какие холода, ей бы что, цветет. Это я черенковала зимой, весной черенковала. И вот сюда горшок высаживала. Это фукси. Смотрите, какая красавица. Это сорт Компанелла. Какая красивая. Буду разводить фукси, но это уже я вам потом расскажу. У меня там еще фукси. Сейчас я вам поближе покажу. Вот такая у меня еще красивая. Видите, она крупная такая, махровая. И вот еще одна фукси. Вот она тоже стоит. Вот такая обыкновенная Компанелла. Создавали цветник мы сами, своими силами. Останется мне только сделать обрамление в виде камня. Но не знаю. Камень-то придет в конце октября. Но успеем ли мы положить камень, не знаю. Если что, останется, конечно, такая глобальная работа на весну. Ну, посмотрим, как погода. Сейчас у нас бабе лето. Завтра передают уже потепление. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.